Сегодня Евгений Чепрасов с легкостью оплачивает проезд в 35-м автобусе банковской карты. А еще вчера в том же автобусе валидатор отказался считывать карту. Кондуктор предложил заплатить наличными либо выйти. Денег у молодого человека не оказалось. Пришлось выходить и скорее искать ближайший банкомат, чтобы не опоздать на работу. Сказали, что карта попала в стоп-лист. И я обратился в службу поддержки банка. В банке мне сказали обратиться к перевозчику. И я обратился к перевозчику. И там мне сказали, что возможно проблема была в том, что у меня не было средств на карте. Но средства у меня были. Перевозчик, конечно, принес извинения за неудобства. Но наш герой переживает. Вдруг ситуация повторится. Тем более этот случай не единичный. По словам Евгения, в тот же день у его подруги, правда уже в другом автобусе, также не сработала банковская карточка. А мы сейчас проведем свой эксперимент. Проверим, считает ли мою банковскую карту валидатор. Да не будет здесь. Не получается? Не получается. Скажите, а вот в прошлый раз у меня тоже не считала. Это нормально? Бывает с первого раза. Бывает с третьего. Бывает вообще с пятого. А бывает вообще? А бывает вообще. Моя карта, хоть и не с первого раза, но сработала. Кстати, мы поинтересовались у горожан, считывает ли валидатор. Их карты, оказалось, считывает. Но есть другие сложности. Я ездила на трамвай. Да, да, да. Было один раз такое, что не сочетался один раз. А потом со следующего раза все нормально. Срабатывает сразу? То есть не было инцидентов, что вот… Были, да. Были как-то, ну, минут пять не могла рассчитаться. Но, как утверждают чиновники, валидатор долго считывает карту лишь потому, что пассажир неправильно ее прикладывает. Тут своя инструкция. Карту нужно приложить и удерживать несколько секунд, рассказала руководитель Центр Транса Юлия Дорохова. По ее словам, ситуации, когда валидатор не читает карту, практически нет. Были лишь при запуске системы, когда люди рассчитывались обычными, а не бесконтактными картами. А что касается нашего героя, то чиновница уверена, валидатор не сработал, потому что у него на карте просто не было средств. В таких случаях, когда на карте есть средства, рассчитаться по ней нельзя. Ну, фактически, я не представляю, что такая ситуация у нас в городе сложилась. Потому что у нас каждая третья поездка в настоящее время в общественном транспорте, она происходит с использованием банковской карты. То есть вы понимаете, да, что если этот случай носил бы массовый характер, ну, наверное, обращений было бы гораздо больше. Кстати, барнаульцев возмущает еще и тот факт, что в транспорте до сих пор выдают билеты старого образца. Утром мне выдали вот такой чудо-билетик, реклама, реклама вокруг. И вот тут маленькое, что-то напоминающее билетик. Только цена 23 рубля. То есть новая цена. То есть напечатали это после повышения цен. А вот эту проблему власти признают и говорят, что с такими жалобами в Центр Транс жители обращаются регулярно. Выдавать подобные билеты в автобусах, где есть валидаторы, нельзя. Если вы получили билет старого образца, то можете ехать бесплатно, пояснили власти. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.